Друзья мои, приветствую вас на своем канале. С вами я Зоя Климюк, психолог, астропсихолог, астроаналитик, литератор. Прогноз для Литвы. Я вижу, что люди переживают, очень сильно нагнетается обстановка. Так что же будет происходить в Латвии? Я дам информацию с апреля 2020 года по март 2020 года. То есть у нас будет практически год. Итак, мои хорошие, что касается марта. Да, уже в марте начались некие разговоры, ну, более остро встала проблема коронавируса, как бы. Но скажу сразу, беспокоиться о здоровье вам не надо. У вас практически та же ситуация, которая складывается в Украине. Это больше психоз, и все, что будет с этим происходить, это обстановка. Сама обстановка в стране. Ну, впрочем, давайте, наверное, будем по порядку. Итак, апрель месяц. Это прежде всего будет страдать само правительство. То есть кадровые какие-то перестановки, какие-то некрасивые ситуации в стране, то есть именно о правительстве. Это будет очень четко прослеживаться, ну, вот, с середины марта и по июль месяц. Дальше оно все будет в таком затихающем режиме, но более-менее, как бы, неплохо. Сказать, что будет такая сильная, как бы, изоляция, то есть уединение, я не могу сказать, но попытки будут такого, но я хочу сказать, что здесь могут быть не просто попытки, а здесь могут быть и проблемы с органами власти. То есть это уединение, это может быть где-то даже заключение в какую-то тюрьму, скажем, если можно так коротко. В чем проблема? Проблема в том, то, что творится в самой стране. Вот страна, народ, власть, вот все чиновники, которые есть и их, скажем так, отношение к людям. Это прежде всего. Но самым страшным таким минусом или же то, что будет влиять на здоровье, действительно, некоторые будут чувствовать себя очень даже плохо, потому что будет очень сильно влиять психосоматика. Ну, давайте, наверное, по порядку. Что касается денег, деньги, имущества, я уже начну по порядку. Я должна сказать, что это кармический год, то есть это кармические узлы будут как бы отрабатываться. Таких пиковых ситуаций я особо не вижу, но в этом направлении очень сильно, скажем так, негативно проявится декабрь и декабрь-январь. Это будут некие такие не совсем хорошие ситуации. И уже с ноября весь год это будет ощущаться, но особенно это будет проявляться в декабре. Сейчас, мои хорошие, я посмотрю. Ну, даже и май, май еще более, вернее, апрель более-менее будет проявляться. Но вот с июня, июль и дальше это будет, скажем так, очень остро чувствоваться, потому что это нехватка денег. Этого не просто нехватка денег. А вот за период, начиная с марта, даже с февраля 2020 года, это идут потери. И самое интересное, что эти потери связаны не то, что их нет, а просто с неразумными какими-то вкладами. То есть это будут какие-то некрасивые моменты, где-то что-то будет вылазить наружу. Это все будет доставлять некие такие нехорошие ассоциации и все, что будет происходить. В целом, в целом, Литва будет, конечно же, Литву будет лихорадить. И лихорадить Литву начнет уже буквально... Сейчас, мои хорошие, вы уж наберитесь терпения, потому что я где-то что-то подсматриваю. Уже с апреля, ну где-то, чтобы вам быть уже как бы точной, то это где-то с числа 20-го, может быть, немного... Ее уже лихорадит. Но как личность Литва будет не очень-то красиво выглядеть. То есть это и власть, и все, что вокруг происходит. То есть будут вылазить, вылазить все то, чего не должно быть. И прежде всего это в отношении власти. Это будет два таких аспекта. Один вот с апреля и по май. Затем он уйдет и придет еще в ноябре. И пиком будет декабрь. В декабре будет где-то в серединке. Я даже не буду даты называть. Вот это просто не надо. И войдет аж по март 2021 года. Во-первых, это, как бы вам сказать, это личность Литвы, вот людей самой страны, она будет выглядеть, мягко сказать, некрасиво. Это не совсем хорошее отношение с обществом. Это очень плохое отношение власти к людям. Это плохие отношения в семье. Особенно с противоположным полом. Это будут использоваться какие-то... Ну вот просто вот хочется сказать, что это будет вообще, знаете, вверх тормашками все. Все вот это вот некрасивое и какие-то удовольствия. То есть вообще вот, ну, ну, сказать, что там могут быть бани и бани будут. То есть это будут некие конфликты. И прежде всего будет, как бы вам сказать, здесь будут некрасиво выглядеть женщины. Ну, как они там у вас могут некрасиво выглядеть? Вот не хочется лезть дальше, потому что не хочется. В целом, в целом это судьбоносные аспекты, и надо это все пережить. Что касается понимания того, что происходит, то понимание не то, что вы понимаете, а оно просто-напросто блокировано. Более того, вот все то, что вот эти аспекты, которые будут приходить, они будут как бы давать, выталкивать на улицу. Почему? Потому что мы проживаем, друзья мои, 2020 год, 2017 год, 100 лет революции было, да, вот этот период. И тут каким-то образом это все держится. Держится, конечно же, власти будут пытаться не просто держать власть в руках, а еще и каким-то образом навести порядок, то есть поставить людей в какие-то рамки. Некрасиво это будет выглядеть, но давайте. Что касается вообще в целом Литвы, вот как страны, то, конечно же, будет страх смерти, страх неуверенности. Конечно же, будут инфекционные заболевания, но они будут не в тех объемах, в которых вот передают там где-то в Америке и в других где-то странах, потому что будет очень сильно работать психосоматика. И прежде всего будут какие-то неприятности по здоровью. Это вот май месяц, потом июнь месяц, потом, ну вот эти два месяца точно будут, потому что будет очень много агрессии. Будет, понимаете, кто-то будет без энергии находиться, а у кого-то будет очень много агрессии, потому что, к сожалению, вселенная не дает нам, она нас не поддерживает. Она говорит, что вот выживете, значит выживете. То есть все благодаря силе воли. Все будет зависеть от того, куда эта сила воли будет направлена. Эта сила воли будет направлена на захват денег, имущества, там еще чего-то, значит будут жертвы. Если эта энергия будет спокойной, без агрессии, ну значит все будет хорошо. Но, конечно, понимания будет очень-очень мало. Практически вот этот период, который начался где-то с 20 марта, он будет продолжаться по июль месяц. Поэтому вы уже очень хорошо знаете, что происходит. Так, давайте более подробно по здоровью все-таки. Так, хочется все сказать и чтобы вы уже знали. Так, что касается пятого дома гороскопа, это дети, это любовные отношения, это творчество, это все, что только можно, то, конечно же, здесь по июль месяц будет очень такое нехорошее положение в стране, потому что всем захочется удовольствия, будут некоторые пускаться в загул, то есть много будет каких-то внебрачных связей, рискованные какие-то игры могут быть, ну, некоторые, может быть это казино, может карты, может еще что-то. Я скажу так, что будут проявляться, знаете, что будут проявляться, знаете, вот все вот это, все, что творится, вот чтобы удержаться на плаву, так сказать, я такой бедный, я такой несчастный, у меня психика расстроена, нервная система расстроена, жизнь не удалась, а буду я развлекаться. Поэтому, дорогая Литва, будут, может проявиться патологическое влечение к детям, я, понятно, как это выглядит, то есть могут быть развращение детей, насилование детей, вот это может быть, потому что, как бы, знаете, и причем это будет, как бы, в игровой форме, то есть, ну, какие-то будут, скажем так, соблазнения, какие-то будут обманы, и, пожалуйста, обращайте внимание на детей. Потом именно вот здесь уже, это будет по июль месяц, а с июня месяца, с конца июня месяца здесь уже разразится скандал. И самое интересное, что здесь будет и слабое здоровье, потому что не будет энергии, да, это горе будет от детей, это некие такие, не совсем хорошие ситуации, разборки, и это будет в несколько, скажем, приходить, уходить, это будет ситуация. Ну, как обычно бывает, поговорили, забыли, потом опять вернулись. Так вот, это будет с конца июня, июль, потом это все как бы прийти, вернее, это все потом начнет отражаться на здоровье, прежде всего. И, а что же отразится? Давайте-ка я сейчас посмотрю. Нехватка энергии, или же, наоборот, будет выброс агрессии, производственные конфликты, проблемы со здоровьем, возможно, несчастные случаи на работе, конфликты с врачами будут, потому что действительно здесь будет сложно поставить какой-то диагноз, так как здесь больше будет работать, знаете, хроника, хроника и психосоматика, и поставить диагноз будет сложно. И самое главное, что, дорогие мои врачи, тоже люди, у них даже те же тараканы будут вот их посещать, как и всех вас, и вот эта вот сила на силу, то есть, понимаете, это будут, конечно же, конфликты. Это налоги надо будет платить, а это у нас с августа по октябрь. Что-то может быть еще, банкротство, и вот все, что будет происходить вот в экономике, в политике, это все будет отражаться на психосоматике. На что хочу обратить внимание? Это на то, что может появиться огромное количество бездомных животных еще. Назову вам период. В целом, это будет с июня по январь 2021 года. То есть, это и, может быть, и развращение детей, и все, что хотите. Это очень-очень сложный период. Инфекционные заболевания будут в апреле. Пиковых таких ситуаций нет. Это все будет проходить в такой спокойной форме. Что касается каких-то симптомов, ну, во-первых, друзья мои, если кому-то надо, лучше, конечно же, делать индивидуальный прогноз, потому что это общий прогноз, что наиболее, скажем, выстрелит в стране, а у каждого человека своя судьба. Поэтому внизу есть данные. Ради бога, можете мне написать, я вам сделаю прогноз. Тем более, что он стоит недорого. Что касается апреля месяца, то, конечно же, во-первых, давайте я так скажу, появится много всевозможных каких-то оккультных организаций. То есть, это будут какие-то колдуны, что-то будут предлагать, это какие-то медицинские диагнозы, ну, по-видимому, платная медицина будет. То есть, каждый захочет заработать. Какие-то амулеты. То есть, а приди сюда, а сходи сюда. Поэтому, конечно же, от этого надо уходить, потому что кармическая отработка, она, конечно же, будет потом бить по карме. То есть, через вас на детей. Поэтому особенно те люди, которые занимаются оккультными науками, особенно черными какими-то вот гаданиями и так далее, имейте в виду, если у вас есть дети, то они могут попасть в очень плохие ситуации. Я понимаю, что если это есть в матрице, если это есть в судьбе, потому что я знаю, я смотрю матрицу, я это все вижу, будет очень сложно вам отказаться, потому что это все равно, что, я не знаю, неосознанно как бы это происходит, да, это влечение. Но избавляйтесь тогда от низких программ, живите по высоким программам, интересуйтесь духовностью, идите в храм, если уж на то пошло, и именно смотрите своих деток, именно детьми надо заниматься. Будут проблемы в семье, будут проблемы между партнерами, будут проблемы между мужем и женой. Ну, это тот период, когда ваш брак, ваши отношения будут проходить сквозь огонь и медные трубы. Но что касается партнерства, то очень даже сложно что-то предсказать, потому что это сложно уже идет и январь 2020 года, и в декабре там были сложности. Апрель будет, знаете, вот скажу честно, вот вообще непонятно, как и что может сложиться. А вот май месяц, вот начало мая, где-то может быть недельку мая, это будет очень сильно как бы проигрываться, об этом будут все говорить. И это будет влиять на здоровье бизнеса, то есть на экономику, на здоровье самих людей. И это будет желудок, это будет желчный пузырь, это будут сердечные приступы. То есть, друзья мои, вот все то, что у вас недолечено, или вот какие-то хронические заболевания, это все вы почувствуете. То есть вы почувствуете, что вы живой человек. Следовательно, надо держать себя в руках. Очень, очень некрасиво будет, а будут увольнения, поэтому, конечно же, будет здесь, ну, это будет происходить так, это плотненько по июлю месяц, ну, может быть, до числа 5 июля. Деньги будут в стране, но эти деньги будут тратиться, ну, скажем так, и может быть не туда и не так, как надо. Туда, куда надо, они, конечно же, не пойдут, и очень много будет каких-то, ну, много будет всевозможных разговоров, некрасиво все это будет выглядеть, ну, так, а что же делать? Конечно же, брак, бизнес, отношения, да, отношения народ и власть, это, вы знаете, это будет, конечно, как, знаете, будет трясти как липу, будет вырывать все, что хотите. Ну, скажу вам так, что, во-первых, может быть как внезапное заключение брака, так и внезапный развод, или же внезапный уход из жизни кого-то, из партнеров, я имею в виду. Будут дружеские отношения, будут лететь, партнерские отношения будут лететь, разрыв общественных связей, то есть вот с обществом не будет возможности общаться. Может быть, даже, я бы сказала, такой внезапный скандал в обществе, или же внезапный некий суд, может быть. И этот суд будет, конечно же, касаться именно самой страны, и здесь будут задействованы кадровые вопросы, то есть будут, возможно, где-то кого-то славят из чиновников, и что-то где-то будет, что-то где-то разбираться именно по деньгам, то есть карьера, деньги, или же недвижимость. Ну, что-то вы услышите, напишите мне потом в комментариях, как бы, чтобы я была в курсе. Почему? Потому что, друзья мои, на сегодняшний день делать астропрогноз, вот такой политический, и на страну его делать очень сложно. Его практически невозможно, потому что, когда в ноябре месяце я делала прогноз для Беларуси, и я реально не понимала, что происходит между Россией и Беларуси, и ярко прослеживался разрыв, и потом, когда я услышала, что Беларусь закрыла границы, я успокоилась, потому что вы видите, кто мог представить, что будет такая ситуация, когда судьба, как... Вот есть судьба, да, человек пришел в магазин и попал на распродажу, и купил что-то дешево, да, а здесь совершенно по-другому. Ты приходишь в магазин, и ты можешь там ночевать в этом магазине, и дешево ничего не будет. Это говорит о том, что только благодаря разумности, то есть своей силе воли, мы будем, мы можем выжить и что-то в этой жизни перестроить. То есть мы должны меняться. Самое главное, это вот эта сила воли, она не должна быть агрессивной, чтобы мы, не дай бог, ничего не наломали. Уран, Хирон и прочие планеты, они сами будут нас ремонтировать, будут ремонтировать нас, будут ремонтировать наших близких, страну, то есть всех, всех, они заглянут в каждый, в каждый уголок. Кого-то отремонтируют, кого-то, может быть, просто напугают, кого-то, конечно же, сломают. Вот этого, это тоже может быть, потому что, к сожалению, это мы проживаем уже не первый год период, когда идёт такая мощная чистка, то есть люди уходят. Причём уходят люди такие, знаете, маститые, с опытом работы, со знаниями, то есть это те люди, которые действительно нужны обществу. Ну, а вот такие вот, скажем так, спиногрызы, пиявки, они сидят. И по поводу дома смерти, это недвижимость, это налоги, это всё, что есть, как бы вам сказать, всё, что связано вот с жизнедеятельностью, здесь тоже идёт кармическая отработка. Это будет такой, знаете, дикий страх смерти, дикий страх нищеты, то есть какие-то катастрофы, то есть вот захочется, то есть некоторые действительно будут бояться выходить на улицу. И именно благодаря вот этому психозу, а когда человек начинает бояться, и он не понимает, что происходит, там вирус, тут вроде говорят, тоже вирус, и непонятно, куда кинуться, то, конечно же, где-то с числа 15-го, наверное, апреля и практически до августа будут, знаете, такие очень некрасивые ситуации. Это говорит о том, что это люди будут кидаться во все тяжкие. Это секс, это удовольствие, это где-то какие-то приобретения, то есть вот именно, как бы вам сказать, такое впечатление, что вот муж, жена, дети, семья, вот это просто перестанет быть важным. То есть вы понимаете, будет очень много разводов, ну а к марту 21-го года там, в общем-то, будут ещё и скандалы в этой сфере, и будут какие-то такие стычки, то есть нехорошие стычки. Люди, вообще я хочу сказать, что весь 20-й год, особенно и апрель, и май, и июнь, ну там в 21-м году оно проигрывается тоже, есть жёсткие моменты, я уже даты не буду называть, потому что, ну пусть будет, давайте оставим что-то вселенной, правда, чтобы она не обижалась на меня. Будут происходить какие-то и забастовки, и попытка что-то изменить. Но очень будет сложно по здоровью ещё, это с июля месяца по декабрь месяц, потому что в Доме здоровья у вас будет чёрная луна лилит, а это достаточно такая коварная дама, это соблазнение, это всё-всё, что захотите. Поэтому это тот период, когда если вы заболеете инфекционной болезнью, то вы, то есть люди, которые будут вот именно, вы знаете, вот просто до июля месяца люди посмотрят, а вируса-то нет, мы живые. И это действительно, что такой ситуации нет как бы аховой. Ну вы понимаете, что беспокоиться не о чем. Так вот, с июля месяца приходит чёрная луна лилит, которая ослабит вот это вот напряжение. И все начнут жить. То есть это и секс, и пьянки, и вообще плевали мы на здоровье. То есть, в общем-то, а благодаря этому начнут появляться и проявляться и существующие, и несуществующие болезни. И это всё до Нового года всё будет как бы так неплохо, будут все гулять и так далее. А вот в 21-м, первый год это всё начнёт, конечно же, проявляться, потому что инфекция в Беларуси аж до 22-го года я вот делала. Там она будет, будут появляться периодически вот эта психосоматика, страх, и, конечно же, оно будет проигрываться у тех или иных людей, кто будет предрасположен. Если вы будете блокировать весь свой мыслительный процесс и страх, который будет приходить, тогда ваш мыслительный процесс будет работать по-другому. А если вы будете всё это, ну да, вот я заболею, вот всё, вот страх, 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 то вы, конечно же, заболеете. Потому что это то время сейчас, что вы выбираете, как быть. Пойти проявить агрессию, дома там разобраться с детьми, с женой, всё везде кругом разрушить, или же попытаться внутри своей страны, внутри вот этого своего мира и вокруг себя, а это родственники, соседи, друзья, партнёры, ну вот всё, с кем мы общаемся, да, наладить какой-то порядок. Поэтому, конечно же, надо работать, работать и работать. И очень чётко прослеживается жестокость с животными. Ой, вот я за животных, слушайте, я бы сама убила того, кто это делает. И, конечно же, инфекционные заболевания, здесь могут быть заболевания венерического характера, да, и даже будет не просто попытка, а такое, знаете, несоблюдение правил гигиены и предосторожности, и из-за подсознательного, то есть подсознательное желание даже заразить других. Поэтому, друзья, если вы слышите это, ну, слушайте, нельзя, ни в коем случае нельзя, надо держать партнёрство, надо оставаться в браке. Поэтому я могу сказать, что для вас, дорогие литовцы, будет очень сложный период через какое-то время по здоровью, но это уже уйдёт туда в 21 год. Ну, вы же сами знаете, какие венерические заболевания могут быть. Что касается карьеры, то есть вот именно реализации себя, то будет, знаете, как будет, то ли есть работа, то ли нету. То, что увольнять будут, это однозначно многие потеряют работу, причём, ну, деньги там какие-то всё-таки, я смотрю, будут поступать, но это не те деньги, которые люди заработали. И прежде всего здесь, конечно же, будет противостояние. То есть здесь, ну, вот, например, если взять май месяц, конец, то это, конечно же, у некоторых появится такое, знаете, вот весна уже, май, всё, пора. Это уже кто-то захочет что-то по службе, продвигаться какие-то, замыслы будут, планы строить, начнут где-то что-то маневрировать, пытаться добиться успеха в работе, встречаться с важными людьми. Ну, это время будет там небольшой кусочек, такой, в конце мая. Так, секундочку, в конце мая. Сейчас мы посмотрим. Но это может сдвинуться как бы с места только где-то в июле месяце. В июле месяце это начнёт двигаться. Ну, это я говорю для страны. Поэтому если вы физическое лицо, то вам, конечно же, лучше делать собственный прогноз, потому что у вас совершенно другие показатели, я думаю. Конечно же, будет это всё перекликаться, но будет совершенно другой, конечно, прогноз. Будет много вложено денег, они где-то будут пропадать, куда-то будут уходить. То есть все вот эти договора, вроде как бы они есть, вроде их нет. Что-то где-то оправдается, что-то где-то не оправдается. Во-первых, это будет связано ещё с форс-мажорными именно обстоятельствами, особенно в некоторых странах, если есть зарубежные какие-то контракты. И по форс-мажору это всё будет... Некоторые даже будут злоупотреблять этим. В целом, страна ваша, то есть ваше правительство, конечно же, попытается... Ну, это такой массовый психоз, и слава богу, что вот он март, апрель, май, и там у вас ещё будет июнь, а дальше оно более-менее будет спокойно. Что касается здоровья, самое главное, что вас интересует, это костно-мышечная система, это кожные заболевания, это руки, колени, спина, плечи, зубы, это могут быть переломы, это могут быть всевозможные ситуации. Более того, обязательно мне напишите. Вы даже, если точно так же один в один ваша жизнь зависит от жизнедеятельности страны, а такие люди есть, которые вот один в один повторяются, то вы даже... Эта трагедия для вас будет... Вы можете банально порезать палец на кухне. Будет несколько чуть-чуть сложновато, но я думаю, что вы справитесь. Что касается в целом вот так вот заболеваний костно-мышечной системы, то это уже происходит с 20 марта, пробудет это по 30 апреля. Ну, пик там ночью, ну, где-то что-то у кого-то, если ноги, то обычно кости и крутят ночью. Ну, а в целом, конечно же, правительство будет какие-то вопросы решать тоже ночью, под утро, да? Вот. И потом опять вернется, с 22 мая еще будет один такой, пройдет аспект, пробудет по 4-5 июля, и тоже ночью под утро это все будет там где-то решаться во власти. Вообще, эти периоды не совсем хорошие. И, кстати, еще третий раз вернется в декабре месяце. Я вам уже назову сейчас даты, секундочку, чтобы вы понимали. Так, сейчас, мои хорошие, потому что я сразу смотрю и сразу вам даю. Так, да, в декабре месяце еще это будет проигрываться с 16 декабря по 3 января. И опять ночь под утро, уже около 7. То есть идет некое такое, будет сдвигаться, сдвигаться и сдвигаться. Январь месяц будет неплохим 21 года, ну, а с февраля, март там, конечно же, будут потери. Итак, что же вот эти даты, которые я дала, что это будет? Ой, это, знаете как, здесь, конечно же, будет два варианта. Кто-то будет рассудительно думать, видеть, понимать, что все то, что происходит, лучше я в это ввязываться не буду. Я, может быть, пересижу, может, я схожу в храм, может быть, я там кому-то один какой-то особняк или какой-то офис продам и помогу каким-то бездомным или еще кому-то, или соседа покормлю, он без работы, то есть вы понимаете. Ну, а кто-то будет орать, будет кричать, и это будут на уровне... Во-первых, знаете как, это будет попытка что-то изменить в стране, то есть вот именно попытка изменить в стране. Сказать, что это будет переворот, ну, я бы не сказала, хотя вполне возможно, что может быть какая-то попытка где-то что-то разделить, грубо говоря. Ну, а насколько там они уже будут делить, я не знаю. Но это неуравновешенность, это именно разрыв между партнерами. Я уже говорила, как в браке, то есть любовные отношения, так и власть с народом и партнерство. То есть, например, начальник-работник, и, я не знаю, один покупает, второй продает. То есть кто-то, кого-то где-то, конечно же, или же будет... Ну, будут, будут вот такие вот обманы, будет несоблюдение, как его вам сказать, партнерских, да, то есть, может, поставки товара или еще что-то. Это все будет отражаться именно вот в эти периоды, которые я назвала. Поэтому, если кто работает с предприятиями, то есть где-то вот во власти, может быть, какие-то структуры, то имейте в виду. Но это будет на уровне, скажем так, страны, и отсюда возникнет проблема, потом возникнет с налогами. Но это, тем не менее, хороший период для трудовой деятельности с земледелием, во-первых, особенно вот если вы там совсем будете в застое, то однозначно сажайте, езжайте, наводите порядок. Это время такого философского самоанализа. Я уже сказала, что кто-то может временно уйти в себя, то есть уход в себя. Психологически оно может быть, вот это все оценено, как одно из возрастных кризисов населения. То есть каждый конкретно человек, он должен повзрослеть, то есть быть взрослым, отвечать за свои поступки, понимать, что происходит. И вот там я говорила, что будут венерические заболевания, что будет очень много соблазнов, мужчины будут гулять, женщины будут гулять, то есть будут разрывы. Ну, а дальше осознанное даже желание кого-то заразить. То есть вы понимаете, до чего будет доходить. Ну, и, конечно же, здесь могут быть депрессии, неспособность выполнять прежние обязанности, желание оставить работу, семью. Ну, друзья мои, что касается заболеваний, что касается заболеваний, так, что же где-то тут у меня было. Сейчас, мои хорошие. Желудок, печень, кишечник, костная система, это могут быть зубы, все, что касается, подагра, сердечные заболевания, то есть сердечно-сосудистая, гипертония, если особенно те, у кого есть, как вам сказать, предрасположенность, поэтому, конечно же, здесь надо будет себя держать в рамках, то есть принимать какие-то таблетки. Ну, я не вижу такой, как бы пьянок здесь, я не вижу таких и так далее, но то, что есть, то есть. Что касается вируса, это больше, скажем, такое психологическое, это все, конечно же, он есть, и уходят люди не потому, что там вот все, уже вирус их убил, а потому, что штаммы вируса, которые вот этот вирус имеют, они как бы провоцируют другие заболевания, то есть есть некая хроника, которая, конечно же, идет, то есть она не противостоит, скажем, этому вирусу, а она становится на его сторону и давай добивать. Поэтому алкоголь надо исключать, гулянки надо исключать, здоровое понимание ситуации должно быть, друзья мои, и все будет хорошо. то, что по вирусу я не вижу проблем, будут, будут нагнетать, и самое интересное, что прежде всего там психоз больше у власти, точно так же, как у Германии, я вот недавно, не так давно делала, там Меркель сама больна, так это я сделала прогноз, она еще не знала, что она больна. Все, мои хорошие, пожалуйста, будьте здоровы, если кому-то надо прогноз, на год, на два, на пять, ради бога, обращайтесь, и вы будете просто-напросто знать, что делать и как жить. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok